У нас потребительская система, люди являются рабами, как мужчины, так и женщины, но женщины являются привилегированными рабами, и оба пола воспитывают, зомбируют, то есть на предмет выбивания из людей, в первую очередь из мужчин, максимальной прибыли для властей, для кукловодов, для хозяев. А женщины воспитывают как сборщиков налогов, как идеальных ментов, контролеров, манипуляторов, надсмотрщиков над мужчинами и выбивания из мужчин максимальной прибыли. То есть женщины воспитывают в ненависть к мужчинам, в сексизме, воспитывают их бытовыми проститутками, вот, то есть воспитывают женщин как привилегированную высшую расу, ненавидящих мужчин-сексисток, с коронами на головах, с предельными неадекватными требованиями к мужчинам, и отсюда вот этот вот массовый бабский вой стоит вселенский такой, что настоящие мужики перевелись, где настоящие мужчины, мужик нынче измельчал, настоящий мужик по факту обязан ухаживать, добиваться там, мамонта приносить и так далее. Вот, все это в сумме, как то, что дикий сексуальный рынок наступил, благодаря успехам научно-технического прогресса, экономике, когда женщина экономически независима от мужчины и защищена, ее общество защищает, так и благодаря тому, что общество это изуродованное, антимужское, бабо-ориентированное, феминизм, матриархат, все это в сумме приводит к тому, что 95-99% полностью или частично отрезаны от регулярного секса с привлекательными, в скобочках молодыми, партнершами. Когда в обществе женщина становится экономически независима от мужчины, исчезает институт сватовства, исчезает контролируемый брачный рынок, когда родители, клан, родственники выбирали в насильственном или полу-насильственном порядке брачных партнеров для семьи, для своих детей, сыновей, дочерей, племянников, для молодых. Когда эти самые молодые, так сказать, брачующиеся потенциально начинают выбирать сами, в обществе всегда наступает черт знает что, в любом. Это экономически, то есть это такой закон, закон, можно сказать, природы, социально-биологический закон, он не зависит от экономики, не зависит от того, насколько здорово или больное данное общество. А наше общество, оно больное, поэтому этот самый дикий сексуальный рынок, он еще получается изуродованным. Дело в том, что сейчас бабы искусственно переведены государством, государственной системой, матрицей, другими бабами в режим бытовой проституции, причем крепко, намертво, из самого детства, потому что это выгодно самим бабам, а через баб это выгодно рабовладельческой системе, которая грабит баб таким образом, и через баб самое главное грабит мужчин, и заставляет баб грабить мужчин гораздо более успешно, и работать гораздо больше, дольше, интенсивнее для покупки у женщин секса. Да, вот именно поэтому в народе ходит массовая иллюзия, что женщины хотят секса меньше. Мужчинам с детства промывают мозги и вкладывают в них миф, прошивают, что женщинам секс нужен гораздо меньше, что женщины какие-то, это слабый пол, это утонченный пол, это какие-то такие сложные существа, усложненные, вот, и секс им нужен гораздо меньше, и что раскачиваются они гораздо дольше, и секс им нужен только не от каждого, не от каждого вообще, кто попросит, а только от того, кто приносит мамонта, понимаете, или долго красиво ухаживает, обязательно женится, ну и соответственно, так сказать, по факту через баб башляет этим бабам таким образом, и через баб башляет финансовым элитам, которые с баб бабло стригут, и вот эти прошивки им тоже в голову закладывают, но зеркально противоположные. То, что мужик по факту обязан, и нефиг им так просто трахаться бесплатно. Вот, то есть миф о слабом желании женщинами секса, и сильной избирательной необходимости для женщин, и все зеркально противоположно для мужчин, что они сильно хотят, но им для этого надо потрудиться, он входит в очень сильно выгодную властям и финансовым элитам программу зомбирования рабов обоих полов, что мы все и хлебаем в полную ложкой. Дальше, что, собственно, имеет место быть в реальности? В реальности, я вам так сказать, извините, мамой клянусь, что женщины в среднем хотят секса не меньше, чем мужчины. Абсолютно так же, в среднем, повторяю, сейчас объясню. То есть они такие же бывают полигамные в рамках общей схемы. Им тоже нужен постоянный секс, им тоже нужна регулярная, постоянная смена партнеров. Ну, совершенно все это не меньше, чем мужчинам. И по количеству, и по качеству, скажем так. Просто у женщин действительно с сексом сложнее, потому что у них по природе другие биологические задачи. Им приходится тщательнее выбирать. То есть то, что если дать женщинам возможность 95% женщин выберет 5% мужчин, то это факт, а не реклама. Это действительно так. Но с этими 5% секса они хотят быть здоров. Это общая схема. В рамках нее бывают индивидуальные отклонения. У мужчин, если мужчинам дать выбирать, как бы, доступ к сексу, то средний мужчина выберет половину, примерно, если не больше, из доступных ему женщин, ну, там, относительно плюс-минус его возрастной категории, вплоть до самых молодых. То есть мужчинам в этом плане легче. Но это не значит, что избирательность выше, но это не значит, что секса хочется меньше, и что он физически нужен меньше. По поводу удовольствия от секса. Ну, удовольствие от секса мужчины тоже больше, в принципе, получают с молодыми и красивыми, нежели чем со старыми и страшными. А женщины с этими самыми 5% они, естественно, получают удовольствие от секса больше, и секса хотят с ними больше. А с низкоранговыми, с их обезьянной точки зрения меньше Ну, это уже режим бытовой проституции Но тоже получают, потому что иначе бы Женщины бы вымерли просто эволюционно Вот, а вообще, вообще заморачиваться среднему мужчине Вот этими всеми вещами Там, рангами, избирательностью Кто там хочет больше, хочет меньше То, что я только что рассказал Вообще не советую То есть для практической жизни это никакого смысла не имеет Просто запомните, что вы, мужчины, являетесь Мы, то есть мужчины Являемся жертвой чудовищной, масштабнейшей лжи Жертвой того, что все женщины, почти все женщины вокруг Находятся в совершенно жестком, диком, с детства режиме бытовой проституции Вот, и что на самом деле, по факту Если бы их какими-то силами выбить из этого режима Не давать им денег И чтобы они даже мечтать перестали Что им кто-то будет платить за секс в какой-либо форме Бабы бы тоже начали нормально хотеть секса И отдаваться не хуже, чем этого секса хочет средний мужчина То есть ситуация на диком сексуальном рынке Изменилась бы радикально И стала бы значительно более благоприятной для средних мужчин Вот это надо понимать и помнить И в рамках общей схемы у женщин есть не только режимы отбора партнера Для долгосрочных отношений или для зачатия от него ребенка Женщины тоже, пардон, люди, тоже хотят трахаться И у них есть еще программа для отбора партнера для разового секса Там требования в принципе те же самые, но гораздо мягче В моей практике было огромное количество Ну не огромное, скажем там Немалое количество довольно вменяемых баб Которые видели, что в объявлении черным по белому написано Еще для секса Они звонили, задавали три вопроса Презервативом пользуешься? Значит да Это место для встреч есть Да Ну и собственно все И как бы приезжали Был нормальный секс Причем без всяких вот этих вот Стандартных мозговыносов Таких женщин, ну не сказать, что сильно много, но были Вот, то есть вот это вот Этот самый режим быстрого спаривания в действии Если бы все бабы, повторяю, не были бытовыми проститутками Жесткими, с жесткой установкой Вообще все было бы нормально Была категория женщин, которые вообще без проблем Без мозговыносов Без всех этих втираний Привыкнуть, ухаживать сразу не могу Готовы были согласиться на секс сразу и с кем угодно Вот, это были тетки Как правило в возрасте Как правило жирные И как правило страшные То есть все это могло встречаться в отдельности Или в произвольных сочетаниях У меня был такой товарищ Который был реально всеядный Я ему гнал весь этот шлак И за те там, ну лет 12 Он наверное сотни их перетрахал То есть вообще без проблем Эти бабы сразу приезжали Сразу как бы готовы были давать Получается, знаете, что женщины как бы делятся На два типа биологических видов В кавычках Один вид страшный Старый им секс нужен Жирный А молодые, красивые Или там чуть-чуть товарные Средний им секс не нужен Вот что бы это так Вот как-то Вот два такие вида На самом деле все гораздо проще Вот эти самые Неликвидные тетки Они просто Были выброшены Из рыночной конкуренции На них не было желающих И поскольку они не могли находиться В режиме бытовой проституции И сексом торговать Они перешли в режим Нормального активного поиска секса То есть физически им хотелось И физически хочется Всем бабам И молодым И красивым И модельным И всем этим вот совершенно недоступным И которые там на сайтах знакомств висят Всем им всего хочется Просто у многих там Уже кто-то есть Они ищут там Ну свои там Индивидуальные как бы Проблемы в каждом случае Но средним Всем все-всего хочется Если бы сами мужчины Ну система Используя мужчин Как инструмент Используя оленей Лохов Баба-рабов Вот этих Тем кто готов ухаживать Добиваться Платить Кто вкал Въебывает Извините Всю жизнь Чтобы секс оплачивать Кто женится Не перевела баб В режим бытовой проституции Когда они дают Только за бабки И за ухаживание Все бы было На этом диком сексуальном рынке Совершенно По-другому Три человека Два из них Мега бабника Один случайный Знакомый На турбазе На Селигере Сказали мне Одну и ту же вещь Почти одними и теми же словами Ребята были умные С довольно большим Сексуальным опытом Ну мега бабники Они прекрасно понимали Ситуацию Как с бабами Так и с Вот этими Зомбированными Изуродованными Женским воспитанием Молодыми парнями Которым никто не дает И они понимали В каком виде Эти парни Вообще Выходят на этот Сексуальный рынок Почему они там Проигрывают Почему они унижаются Почему они бьются Лбом об стену Почему И что у них в головах Они сказали Как они видят женщин Вот как этих Этих Утонченных Существ Ангелов Понимаете ли Прямо спустившихся На землю Вот которым Секс вообще Ну не нужен Это что-то грязное Там для них Ужасное Недостойное Недопустимо Они даже не говорят Про это Они сказали Что любому Парню молодому Ему обязательно надо Хотя бы один раз А лучше несколько Поучаствовать В такой хорошей Такой длительной Серьезной Пьяной групповухе Чтоб они посмотрели Как себя ведут бабы На самом деле Мне это было сказано Еще Я соображаю Ну еще При вполне советской власти Перестройка начиналась Где-то там В 83-й Тире там В 89-й Реальная Как бы Сущность Сексуальность Средней женщины Может быть даже Большинства женщин Она четко раскрывается На групповухах Дальше Следующий аргумент По факту По факту Вообще Статистические исследования В основном Американские Насколько я знаю Наши тоже были Они утверждают То есть Свидетельствуют То есть Собраны данные Опросы Интервью Анонимные Что женщины Точно так же Полигамны Как мужчины Процент измен В семьях Одинаковый И составляет 75-85% Как для мужчин Так и для женщин Дальше Привожу Знаменитые Ссылки на знаменитые Скрены С медицинских Форумы Как женщины Просто массово Спрашивают Тысячами Вчера трахалась С Васей Сегодня с Петей Завтра с мужем От кого будет ребенок Смотрите Пройдите по ссылочкам Как женщинам Не нужен секс Дальше У человека По моему Самое большое число Среди вообще Всех животных Заболеваний Передающихся Половым путем Вот А собственно Возбудители Венерических Заболеваний Это вирусы Бактерии Насколько я знаю Собственно И По моему Грибок Есть Кандида Называется Это все Одним словом Паразиты Хотя Достаточно Примитивны Собственно Вот эти Более Двадцати Видов Паразитов Эволюционно Научились Перескакивать С человека На человека Именно При половом Акте О чем Это говорит О том Что Наверное Это говорит Тоже О том Что Обоим Полам Секс Нужен Одинаково И Все Так Активно Перекрестно Трахались Причем Настолько Длительное Время Что Произошла Эволюция Вот Этих Диких Болезней Что Они Такая Куча Болезней Стала Передаваться Половым Путем Я Не знаю Таких Животных У которых По Половым Путем Передавалось Такое Количество Болезней Я знаю У лошадей Есть Аналог Человеческого Сифилиса Но Он Один Возможно Несколько Но Не Двадцать Ни У Кого Вот Так Человек Это Оба Пола Это Твари Жутко Полигамные Вот Дальше Еще Один Аргумент В ту Копилку Что Никто Женщины Не могут Просто Хотеть Секса Меньше Чем Мужчины Эволюционные Очень Длительный Период В эволюции Человека От Одного До Трех Миллионов Лет Смотря На Что Смотреть Женщины Были Полностью Экономически Зависимы От Женщины С ними Занимались Сексом То есть Закормежку То есть Ботовой Проституцией И даже Женская Внешность Успела Пройти Длительную Эволюцию В сторону Максимальной Постоянной Сексуальной Привлекательности Для мужчин Почти Исчезли Волосы На теле Перестали Как там У высших Обезьян Опухать Внешние Половые Органы Овуляция Скрыта Потому что У большинства Животных У самца Есть Половое Влечение К самке Только Когда Возможно Зачатие Когда Зачатие Невозможно Никто Никого Не хочет Чтобы Не создавать Ненужную Напряженность В этом Сообществе Этих Животных И Тратить Энергию Неизвестно На что У человека Как Человек Это Один из Немногих Видов Животных Ну там Еще есть Несколько Бонобо Дельфины У которых Оба пола Хотят секса Постоянно И готовы К сексу Постоянно И у женщин Даже Исчезли Признаки Овуляции Чтобы Мужчина Ее Кормил Постоянно Хотел Постоянно Кормил Постоянно Что Бабы Хотят Трахаться Совершенно Не меньше Мужчин Но Дико Тщательно Это Скрывают Потому что Находятся В режиме Бытовой Проституции И Стараются Секс Использовать Как Рычаг Для того Чтобы Выбивать С мужчины Бабки Не работать А лучше Продаваться Оптом То есть Затащить Его В ЗАГС Дальше Был поставлен На людях Эксперимент Группе Юристов Молодых Студентов Предложили Помогать Какой-то Группе Социально Незащищенных Граждан Там Пенсионерам Но Им Предложили Два Варианта Либо Помогать Бесплатно То есть Альтруистически Либо За Очень Небольшие Деньги По сравнению К рыночной Оплате За тот же Труд То есть Если На рынке Стоимость Консультации Юриста Где-то Там 150 Долларов В час То им Предложили По 30 Ну Такого Порядка Цифры Были Вот И Все Поголовные Люди Отказались От От денег Они Сказали Что Либо Мы Помогаем Бесплатно Либо Мы Помогаем За полную Плату Вот О чем Это Говорит О том Что У человека Ну Как Видо И у Мужчина И у Женщина У Обоих Полов Существуют Два Режима Как бы Взаимодействия С окружающим Миром Альтруитический Когда Что-то Делаешь И награда Приходит Эмоциональная Нематериальная Либо Коммерческий Когда Работаешь На Деньги Вот И Отсюда Следует Один Очень Интересный Вывод Что Вот Этот Режим Бытовой Проституции Он Возможен По факту Может быть Не в Таком Не в Таких Диких Масштабах Может быть Не с такой Остротой Но он Возможен У мужчин Тоже И мужчину В принципе Если бы Была Другая Матрица Другой Подход К воспитанию Полов Можно было бы Мужчин Перевести В постоянный Режим Бытовой Проституции В коммерческий Режим А женщин Наоборот Из него Вывести Хотя Вывести Женщин Было бы Труднее Они бы Все равно Туда Так сказать Стремились И косили Лиловым Глазом Потому что Вот этот Коммерческий Режим Он Как раз Является Одним Из Инстинктивных Но у мужчин Тоже Много Всякой Дряни Является Инстинктивной Там Агрессивность Желание Убивать Друг друга Однако Вот В нормальном Правовом Поле Как-то В общем-то Не все Так Бегают По улицам И крушат Друг друга Дубинами Стреляют Друг друга Из пистолетов То есть С этим Как-то Справились А вот Женский Режим Бытовой Мужчинам Секс Нужен А бабам Вот Никак Так Сказать Подтверждение Своего Вот Этого Последнего Тезиса Отрывок С книги Игоря Губермана Пожилые Записки Близкий Друг Мой В первый Год Приезда В Израиле Так Однажды Обнищал Что Лихорадочно Задумался Где Можно Срочно Раздобыть Какие Нибудь Пусть Не крупные Но Быстрые Деньги И вспомнил О приятеле Который Хоть Немного Но Устроить Мог Немедленно Притом Не в долг А на совсем Приятель Тот Руководил Лабораторией По искусственному Оплодотворению Молодых Женщин Которым Не удавалось Забеременеть Естественным Путем Потому Там Постоянно Требовались Доноры Готовые За 50 По-моему Долларов Сдать порцию Своего Заветного Мужского Содержимого И в рассуждении Такого Легкого И справедливого Заработка Друг Мой Побежал К своему Приятелю И тот Ему Прекрасно И сказал Слова Ты вот Что На тебе 50 долларов Катись Отсюда С такой Скоростью Чтоб Я тебя Не заметил А прижмет Еще раз Дам И чтоб Сюда Не появлялся Ты же С одного Единственного Раза Себе Жизнь Испортишь Ты с тех Пор Как Семя Сдашь Едва Заляжешь С бабой Сразу Будешь думать Только об одном Сейчас Опять Пропадут 50 долларов Ну вот Так Мужчин Теоретически Можно Перевести В режим Бытовой Проституции И очень Теоретически Аналогично Если бы Вокруг не было Столько Зомбированных Оленей И лохов Готовых Пошлять бабам И система Бы Все это Не поощряла Не культивировала И мужчин Так не воспитывала То Этого Дикого Сексуального Рынка С матриархальным Перекосом Не существовало Бы вообще То есть Он бы имел Совершенно Другой вид Достаточно Равноправный И бабы Точно бы Так же Хотели И давали